Добрый день, коллеги! Мы присутствуем в хозяйстве Кубань Ставропольского края Кочубеевского района на поле сахарной свеклы, где было очень сильное угнетение культуры вследствие применения общеистребительных гербицидов. И сегодня мы расскажем о применении биостимулятора Мегафол и выведении культуры из данного стресса. Передаю слово Алексею Павловичу. Так, коллеги, в этом поле после второй обработки гербицидами выяснилось, что попали следы общеистребительных гербицидов. Вставал вопрос о пересеве ввиду предстоящей гибели поля или каких-то либо действий. Мне удалось отстоять участок от пересева с настоятельным, так сказать, требованием применить здесь стимуляторы. Ну, стимуляторов Мегафола у нас было не так много, но на один круг два прохода хватило по полтора литра. И 16 мая провели обработку Мегафолом полтора литра, вот эти два прохода или один круг. Прошло 43 дня, и вот теперь мы имеем честь показать вам, как сработал препарат. Ну, вот мы отошли буквально 5 метров от таблички и начала поля. Стандартное состояние ботвы, высота 65 или даже немножко меньше, немножко больше. Вот, что здесь, что тут, вы видите, одинаково. А теперь сойдем 5 метров влево, где не было Мегафола. И вот, мы отодвинулись, ну, может быть, 6 метров, не 5, от той точки, где только что были. Сколько здесь? Итак, коллеги, здесь мы видим высоту... Коллеги, здесь мы видим высоту 46-47 сантиметров. Разрыв практически в 20 сантиметров. А теперь вот посмотрите, этот, как сказать, ступеньку. Не очень может быть хорошо против солнца, но все же видно. Густота обоих участков в растении примерно одинаковая. Конечно, на участке, где не было Мегафола, она чуть-чуть ниже, но это совсем немного. Это результат того, что небольшая, совсем небольшая часть растений после обработки все-таки погибла. На Мегафоле не погибло ничего. Ну что ж, комбайн через буквально каких-нибудь 2 месяца, может быть, 2,5, все покажет. Субтитры создавал DimaTorzok